И не поклонился своему отцу. Начал с ним говорить на «ты». И тогда Браво, Браво ему так рассердился о том, что его сын так мало почитает. Он уже хотел ему в ответ что-то грубое сказать, но Бригамуни ушел. Тогда Бригамуни появился перед Господом Шивой. Шива – это его брат, потому что Шива появился тоже от Браво. И тогда Бригамуни не то, чтобы не поклониться ему, он стал его ругать. Когда Шива пошел его обнять, он говорит, стой там, ты совершенно грязный, мне не нужны твои объятия. И тогда Шива так рассердился у него на такие слова, что хотел, у него покраснели глаза, он хотел выпустить свой трезубец. А Бригамуни тоже исчез из того места. И тогда Бригамуни появился перед Вишном. Когда он увидел эту картину, как лежит Вишна, и сама Лакшми массирует ему стопы, Бригамуни подошел и пнул Вишну прямо в грудь. То есть, если даже просто как бы ты ни с того ни с сего кого-то пнешь, какого-то мужчину, при том, у которого мужчина обычно большее себе представление, а еще это сделать в присутствии его жены, то есть это очень большое оскорбление для любого мужчины. И всегда он теперь на Вишну, на изображениях Вишны, на всех муртах Вишну, у него до сих пор отпечаток Бригамуны. Он пнул Вишну, а Вишну к изумлению Брику, он сразу припал к стопам Брику и стал молить его прощение. Маста говорит, о, возможно, я повредил Ваши лотосные стопы своей твердой грудью. Я совершенно не хотел этого сделать. Вы меня извините, пожалуйста. Вы великим правом, которые ко мне пришли. Я должен был вас гостепенно принять. Но своей грубой грудью просто вы, возможно, повредили свои лотосные стопы. И вот тогда Брику объявил всем о том, что Верховной Личностью Бога является Господь Вишну, потому что Он терпеливее всех. Он терпеливее сноисходительнее ко всем. Почему? Он терпеливее ко всем. Потому что Он истинный Отец. Истинный Отец никогда не следует на своих детей. Нараян сам является образцом терпения, ачария, терпения. Он истинный Отец. Он говорит, что Брику Муни совершил оскорбление. Какое оскорбление? Он пнул Господа Нараяна прямо в присутствии его супруги Лакшми. Обычно человек может терпеть к себе оскорбление, если он один. Если его никто не видел это оскорбление. В присутствии друзей, но в присутствии жены терпеть это просто сверх. Почему? Потому что жена ему все время будет потом напоминать. Говорит, я знаю, я знаю, какой ты там сильный. Ты только дома хвастаешься своей силой. Поэтому это особо сильные обстоятельства, при которых проявляет терпение. То есть, вот как этот критер и бхатма так не делал о Гурдей, он говорит, что я говорю, что я делаю все, что я делаю. Я делаю все, что я делаю. И ты делаю все, что я делаю. И вот здесь, в этой песне, Шила Бхатюно Такура молится Гуру Деву, чтобы обрести терпение, подлинное терпение. Он говорит на языке, на бенгальском языке, это Сагэй называется, Сагэй терпеть. Говорит, только тот может устоять, только тот может выжить, кто терпит. Те, кто не могут терпеть, они просто уйдут. Да? Окей, то есть Байшнава-Киртан, Байшнава-Тхакура. Киртан, Байшнава-Киртан, кто споет? Ну, там Киртан, Байшнава-Тхакура. Вы можете посмотреть. Дай, пожалуйста, им песню тебе. Конечно, можно. Охе, Байшнава-Тхакура. Дай, dialogues, ты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Санне-сари говорит джуктаварьяга. Джуктаварьяга — это значит, сколько потребуется в твоей жизни, которое может быть хорошо и хорошо и легко. Это направлено на то, как прожить, где потом найти это в будущем. Поэтому лучше всего является югтаварьяга. Когда вы сохраняете то, что приходит вам по жизни, то, что нужно вам для жизни, для баджин, то есть и не много, не переизбыток был, и чтобы недостатка в этом не было. Им настолько, сколько нужно, чтобы жить хорошо, и совершать баджа. Аттхаря, праясаса, праясаса — не без Кришна-бхакти, но если вы не хотите быть виноватым к этому бхакти, то праясаса — это не хорошая вещь. Если вы не хотите быть виноватым к жизни, то вы не можете принимать это. Праясаса — это значит, что способствует Кришна-бхакти. Что-то это значит, пара-джалпа, то праясаса — это значит «права-джалпа». Вы не можете говорить более, более, без проблем. Но праясаса — это значит «права-джалпа». То это просто пустая так-то время. Она не приносит так, она наоборот опускает человека. Поэтому лучше если говорить, то говорить то, что полезно, то, что способствует Кришну Бхахстану. Ниама-граха. Ниама-граха. Ни? Да? Хорошо, вы можете держать ниям, какие-то правила, какие-то правила. «О, я чусь, что-то, 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 что-то. avere тражы, кофе, д Data, Jasmin, мальчик, да? Итак, ты можешь prohibить нияма-граха, может быть, что любая правила и реглуша, да? Некоторые правила и регулируются, bazдеразнословят себя в isso. Тебе, да? Да это не работает. И, естественно, идёт ружд и регулируешь, и всё, как смотрите Utterúr Blei, хорошо. Дальше нужно следовать неамаграха. Это значит, что нужно вести свою жизнь упорядочно. Есть определенные принципы, правила, которые нужно следовать. Но иногда люди устраивают в себе слишком много правил, слишком много ненужных правил. И это тоже мешает баджину. То есть нужны правила. Я вот каждый день повторяю святое имя. Такое-то количество горьков. Я следую кадышей. Но если перегибать палку, если становится слишком много строгих, жестких правил, которые все равно второстепенно их задают, это просто будет мешать. Когда-то неизвестна, это значит. Рассказывается, что жанна-сангас. Рассказывается, что жанна-сангас это очень важным. То есть нельзя же самостоятельно говорить, не сказать, что ты будешь особенный потенциал, это как-то. Но вы всегда сможете оттенциал ее, если мы должны быть особенный потенциал, что дьявоти, то какой-то должен быть себе особенный потенциал. Если бы не особенный потенциал, то очень сложно двигаться по Chemnitzу. Жанна сангар, то есть одним из главных принципов успеха духовной жизни, это наличие саду санхи, когда всегда есть возможность быть с Ваишнавами, слушать от них, учиться от них, это один из главных принципов. Такая история, как один спикер, с двумя партвером, один из oxalo, то один из Leute саду, один из они были покупать, и один из неравновок, они получилиствие от них, это история. Однажды один человек порпугал попугая с одного выводка, одному попугаю купил себе один вор, другому попугаю купил себе один саду. Так случилось, что позже царь заблудился. Один царь заблудился, значит, зашел в дом, увидел попугая, и тот стал кричать, «Стой, стой, держи его, держи его! Разбойник, разбойник, связать, связать, убить, убить!» И царь сразу понял о том, что в этом месте живут совершенно нехорошие люди. Он оставил это место и ушел в другое. А в другом доме, наоборот, попугай точно такой же, абсолютно попугай стал говорить, «О, проходите, пожалуйста, вам удобно ли вы там? Садитесь, пожалуйста, у нас тут вода прохладная». И царь тогда остановился в этом доме. То есть были совершенно одинаковые попугаи вначале, с одного выводка. Но в конце, из-за того, чтобы у каждого была разная саду санга, стали совершенно разными попугаями. Вот точно та же происходит с человеком. Если наши ценности, нашу жизнь и наше следующее назначение определяют то, с кем мы сейчас общаемся. Так что, когда он спросил, как вы наше следующее, то он говорит, что это не нашу праву. Это право – это нашу жизнь. Это не нашу жизнь. Он говорит, что если вы наше жизнь, то вы становитесь таким образом. Это не нашу жизнь. Право – это жизнь. Да. Что говорит? Да. Как бы царь спросил птиц, что стало прекратить ту птицу. Он говорит, что это тех птиц, то они сказали, что это не наша ошибка, не наша вина. Это все зависит от нашего общения. Бейсанаута, знаете, что вы проживаете, что вы наше умение, завоеваете, что вы наше представление, что вы наше понимание, что вы наше понимание – слушайте, что вы наше молоко, вы можете раздумать плотность. 5 вещей вы будете отмечать. Но если вы отмечаете, то это возможно, без трудностей. Да? Питайдар Бхайманин, Де Хри 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 Хри. Что надоboiar? Как заним�� нас luc donner? Как заниматься? Как зачем? Ишан Дхакур. Акрысха Параманова. Акрысха Параманова. Акрыса Параманова. Продолжение следует... 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 потому что тронули этого брата, но Нитянанда Прабух взмолился, упал к его стопам и стал просить его, пожалуйста, ты же пришел в эту эпоху калий не для этого, ведь ты же пришел ради того, чтобы подарить святое имя. Святое имя только является твоим оружием. Обычно Господь приходит сюда в разных обликах и с разным оружием. Он приходит сюда для того, чтобы расправиться с демонами, которые мучают вселенную, и спасти святых личностей. Но в это время, в эту эпоху, Господь приходит сюда с особым оружием. Он убивает не тела, Он убивает наши дурные пороки. Он дарует нам святое имя, и святое имя является самым сильным оружием. Оно очищает наше сердце и убивает нашу скверну. И вот в этой песне поется о том, насколько милостив Нитянанда, и насколько это сострадательная личность, которую просит лишь о небольшом, лишь для того, чтобы повторяли святое имя. Слышно. В другие эпохи все ищут Господа, и тот обычно является царем, восседает, управляет всеми, занимает самое высшее положение. Но в эту эпоху, Он приходит в каждый дом и стучится. Он прямо приходит к каждому человеку и просит, пожалуйста, повторять святое имя. В эту эпоху самая милостива инкарнация Бога, потому что она спускается до нас и просит повторять святое имя. Лучханадастапа в кав Clinicaler Да. Он говорит, о, о, его имя принимал Нитанандар Махабрабху и танцовал в мою мину. Я не могу сказать, что это так, потому что даже если кто-то, кто-то, что в Искарнации, он поет в него, но он говорит, что он хотел, что этот имя искусство. Я не могу сказать, что это в Искарнации. даже когда ему разбили голову, он не убил этих личностей, он продолжает дальше просить их повторять Святое Имя, молиться об их спасении. 1. 2. 5. 9. 13. 15. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, это один, вы знаете, что Саттыя, Третья, Джога, Двапара, Кали? Они говорят, что есть четыре братья. Сейчас Саттыя, Джога, Третья, Двапара уже рули в этом рейтинге. Сейчас Кали, Джога, он рейтинг, он рули в этот рейтинге. Сейчас сидит в трон. Сейчас Кали, Джога, он рули в этот рейтинге, он рули в этот рейтинге, он рули в этот рейтинге. Сейчас Кали, Джога, он рули в этот рейтинге. Когда уже старшие братья подошли к вратам дворца Кали и попросили стражника доложить о них, а, дескать, пришли его старшие братья, может ли он их принять? Кали на эту просьбу так рассердился, он даже не захотел их видеть. Он сказал, скажите, что я занят. Нет, мне за них времени. Когда старшие братья тоже, они не поняли этот ответ, они не поняли, почему такой странный ответ. Он говорит, вы доложите, что мы пришли издалека, что мы, в принципе, не займем много времени. Мы только просто увидимся, посмотреть на него и все, и уйдем. И когда Калийджи слушал, он стал очень грустным. Даже если я не хочу, 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 я не хочу. Они очень удивлены. И снова они упомяются, и Калийджи очень трудно пришли к Калийджи. Тогда, когда об этом доложили Калий, Калий сказал, да я даже видеть их лица не могу. Скажите, что я не хочу их видеть. И все-таки старшие братья настаивали, и тогда вышел к ним Калий. Да, Калийджи пришел, и он пришел к этому старшему брату. Они не хотели бы, я не хочу, чтобы у вас был. Когда вы пришли, в Саттвей-юга, это дарма, это тапас, может, вы слушали 10-1000 лет, не великих, не великих, не великих, не великих, не великих, а великих. А великих, не великих, не великих. Это очень огромный старший, и Калий. Он говорит, что если вы можете, то только они страдают, и они страдают, и они страдают, и они не хотят встретиться с ним. Либо висеть дверь тормашками, либо средеть посреди огня, или находиться под водой. Так мучил всех ради того, чтобы придумал не духовную практику, тапасню. И в Тиратая-йоге, он начался в Тиратая-йоге, но в Тиратая-йоге он говорит, что это ягья. Ягья, 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 ягья. Гот, полпенеперлия, пат, гхи, гуд, так, так, так много. И когда они были в Сакрифайл, когда они были вверх, они сказали, что огонь может быть очень трудно, чтобы было закрыто. Но вы также оставили в Сакрифайл и в Бесхе, что много денег. Потом он стал ругать следующего брата. Стал ругать Третто. А ты что из себя представляешь? Ты за свое управление что придумал? Чтобы люди сидели в саже и копоти перед огнем и предлагали им так много парафиналий. Сколько же это надо было собрать всего для того, чтобы проводить эту долгую ягью. Сколько нужно было людям терпеть в жаре и в саже сидеть напротив этого огня. И только лишь самые богатые люди могли себе этого позволить. Чем ты заслужил к себе хорошее отношение? Что? И когда они приходят в Двапа Рюбе, я сначала и говорю в Двапа Рюбе Ну, из-за этого я не хотела с этим пара. Двапа Рюбе за дхрами и архан. Вдхрами, арахани. Если в архане мне придут в Манчам. Дур, тахани, ги, шакар, одни, эта flower, огур, чанна, карфу, Поэтому, я начал ругать два пара. А ты вообще придумал духовную практику только лишь для царей? Ты придумал Арчину, чтобы только в храме было построить дорогие, богатые, чтобы божества там были, чтобы все парафиналии из золота были? Кто мог себе это позволить, придумать такие богатые поклонения? Кали-йога и я говорю, что сейчас я дам людям самое простое, что из всего возможных. Для этого не нужны ни самоистязания, ни богатства, ни огромное потраченное время. Они просто могут повторять святое имя и достигнуть гораздо больше совершенства. И это не нужно, не нужны никакой квалификации. Если вы не имеете никакой квалификации, вы знаете, в колледже вы полностью совершаете свои простые активы. Но если вы чаете этот холли-нам, этот холли-нам пьет к вам и дает к Кршна прясть. Махаправа, он принял в баду в хая, Навадива принял в баду. И он прячивается на этот холли-нам. Это только юнда, юнда, юнда. Вы приходите к Кршна, сейчас к Кршна. Вы также чаете «Американная страна». Всегда, когда вы можете идти, каждый чает этот холли-нам. Вы посмотрите, Махапрабху родился в Новодвипе. Там он подарил нам святое имя. Но сейчас я приезжаю в разные страны, приехал даже в эту холодную Санкт-Петербург. Я тоже смотрю, здесь люди поют и танцуют, повторяют, поют святые имена. Мы говорим, что Кршна. 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 This name is the Kali Santarana Upanishad, this Upanishad meaning. With that meaning, if this Kali Yuga, somebody want to cross this cycle, dead and birth, what is the way they are telling Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, only Holy Name. This Holy Name only can chant, not anywhere, not anywhere, not anywhere. So only can chant this Holy Name. This is the Kali Santarana meaning, if this Kali Yuga, Santarana meaning swimming. If somebody swim in this, you know, this is the heart telling this Pasek, then how, what is the way telling this Holy Name? Kali Santarana upanishad, Santarana meaning to swim, to swim. Those who want to swim in this ocean of death, they need to swim with the Holy Name. Yes, so necessary to chant this Holy Name. Yes, so necessary to chant this Holy Name. Okay, so behind me every chant. 1 2 3 5 5 6 6 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры сделали this tool Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 чем норы для змеи. То есть это сварга и смерть. И тогда Притамахарад в следующем стихе произносит о том, что даже одна лава времени, лава это одна одиннадцатая секунды, даже одна лава времени общения с вошнам, слушая него харикатхи, не может ни в коем мере сравниться даже с пребыванием на небесах. Да. Таким образом, когда социалисты слушают харикатхи, когда слушают харикатхи, slowly, 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 когда слушают харикатхи, slowly, slowly comes some love, affection to this God. And slowly, slowly are all kinds of sinful activities that present in our heart, then coming bhava, then coming krsna-prema, coming our heart. Почему? Потому что во время общения с вошнавом у нас просыпается любовь к Богу, чистая любовь к Богу, и сердце становится чистым от любой другой материальной скверы. Человек начинает испытывать сначала па-бхаву, а потом кришну-prema. Then you're telling, апа-барга-бархмани. You know, before you heard this is a pah-barga. Or India, the alphabet is a pah-bha-bha-bha-amma. You know, India, their language is saying this is a pah-barga, he's a vanishing this pah-barga. The alphabet is a pah-bha-bha-bha-bha-bha-bha-bha-bha-bha-bha-bha-bha. Sometimes we are doing this material, always very hard work. We are studying, maybe 20 years, 25 years. Then doing some job, 20, 10, 12, 12 hours. Doing very hard work. Telling when to associate as a vah-bha-bha-bha-bha. Then this parishram, he becomes successful. Why? When this is the parishram, now why you are doing some hard work? Then asking you, how you are doing? Well, Mary, why? I am children. I am himself. I am eating. Staying very nice house. Yes. You are telling me the main vah-bha-bha. You know, this is the... But only for this matter, this body. This body is made by urine, stool, only floss like this. You know what I mean? But only when going and as a as a vah-bha-bha-bha-bha-bha-bha-bha-bha-bha-bha-bha-bha. And as sort of a very wise resultado, Кстати, Харикадхи. Когда человек слушает Харикадху от преданных, что он получает в качестве первого преимущества? Люди в этом мире, гонимые материальными желаниями и поиском удобства для своего тела, для всего, что связано с ним, прилагают огромные усилия, чрезмерные усилия, чтобы обрести это. Они всю свою силу, они с усилиями очень тяжело работают. И все для чего? Ради того, чтобы развивать, чтобы этому телу было комфортно, и все, что с ним и связано, все, что является моим, все, что попадает под категорию «моё». Если же человек в итоге, где поступает таким образом, он ведь ничего не обретает, потому что он складывает все свои силы в то, что бренно по своей сути. Если же человек начинает слушать Харикадху от преданных, то у него жизнь становится благоприятной. Он перестает прилагать такие чрезмерные усилия в пустоту, потому что начинает понимать о бренности этого тела, о бренности, о иллюзорности восприятия «я» и «моё». И преданные, и непреданные, они прилагают усилия, они работают. Но это совершенно разное восприятие. Для непреданного это труд. А преданный, когда работает, когда он понимает, что он работает для Кришны, когда он понимает, что он работает для своей семьи, которые являются слугами Кришны, для него это уже не насилие над собой. Он это делает с удовольствием. Поэтому это первое благо, которое получает человек в результате слушания Харикадхи. Для него жизнь превращается не в изнеможенный труд, а уже в удовольствие, в духовное удовольствие. Пesus, что далось... Парамания the pain, sometimes it which is such a very hard work is forming some both sides. But when you do this, you know, you do this associous гвистовщвар, this is the successful why if it work. You know, then doing some everything, byああ, by Light Пусто, Кришна, D Enfin三 hour... следующее согласное бха указывает на санскрите слово пена люди в этом мире трудятся так, что описывается, что у них пена идет изо рта ради того, чтобы достичь своего желания так вот, когда человек слушает харикатку и когда понимает все это он уже не прилагает таких, он уже не выкладывается полностью не сгорает работы, потом он уже начинает жить понимает, что нужно делать ровно столько, сколько он может ровно столько, сколько ему нужно для бхакти, для служенияzk курю ващналам лпа-бхаが называет к егоシ gears мх что бха-бха meaning the useless бряга-тхата but what you are doing for this material world this is useless why? nobody, anybody you know? У вас есть за дверь. Но никто не хочет. Это материал-воз, который был в течение года, по-другому, по-другому, вместе может быть, кто-то заезжает, вы спрашиваете, вы, 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 Думая очень хорошая company как many ghautов деньги у вас поatchку. Впоследствии до этого года, они вперёд. Так, это материал-воз. Но когда я делаю бьяртата, то все делается для лады Кришна. Это не всегда, это успешно. Почему мы делаем для ладов? Бьяртата Бьяртата Человек начинает понимать иллюзорность мира Если прежде он всего себя отдавал своим друзьям, то теперь на него начинает походить о том, что все наши взаимоотношения похожи на отношениях спутников, которые едут в одном поезде. Ты садишься в поезд, ты заводишь дружбу, но ты находишься с ними ровно до той поры, пока не будет их станции, они не сойдут, каждый не пойдет своей дорогой. Когда человек понимает это, тогда он избавляется от напрасных ожиданий, от напрасных усилий, от напрасных мучений. Я считаю, бьяртата Бьяртата О enferней Бьяртата М desp Walker Бьяртата Организация виснаваса не улучшается. Бхай, Бхай, Бхай. Всего за наше жизнь они чутят этот Господь. Они знают, когда я умер, когда я приеду, я приеду Голуга Бхаза и Екатерина. Всего за наше жизнь бхазан. Я иду к Кришна, поэтому они не страшны. Следующая согласная Бха, оно указывает на слово Бхай или страх. Страхи. В этом мире все построено на страхе. Если человек начинает слушать харикатку от Вашнаф, он избавляется от этих пустых страхов. понимает их иллюзорность. Он говорит, что все в прошлом месте боялись 21 декабря. Он до этого рассказывал историю, он приехал во Францию, говорит, что целыми поселениями люди оставляли свои деревня и уходили в горы для того, чтобы спать здесь от этого 21 декабря. Сколько всего происходило в разных странах по поводу этой трясучки. Он говорит, что обычный человек, он, естественно, боится смерти. Никому не нужно объяснять о том, что смерть, она придет. И это неприятное, потому что человек, он подсознательно, он переживал это много раз, он прекрасно знает, что это ужасно больно. Это когда ты писал, не описывая, тебя одновременно кусают тысячи скорпионов, невыносимая боль. И поэтому даже слово смерть или кто, какое-то убийство, оно внушает определенный страх. Но когда человек слушает Харикатху от преданных, эти страхи рассеиваются. Он больше не боится смерти. Когда преданные оставляют свои тела, у них улыбки на лицах, потому что преданный, для него смерть, он уже не ждет смерти, он ждет встречи с Кришной. Кришна к преданному приходит в качестве его лучшего друга, а к непреданному в качестве смерти. И поэтому преданно они перестают бояться смерти. Они ничего не теряют. Они говорят, что у них нет. Они говорят, что у них нет. Они улыбались, и у них нет. И у них нет. Они улыбались. Они говорят, что они both die, но полностью разные. Например, это как они реагируют. Они говорят, что вы знаете, например, как... Вот сейчас подробнее, там было больше про страхов, где подробнее о смерти. Почему ма обозначает мритью, мритью смерть. Почему преданные, они не боятся смерти. Вот так же, как котенок, котенок легко и бережно с любовью переносится с одного места на другое. Своей мамой. Род мамы, зубы мамы воспринимает по-своему. Мышь, которая умирает в той же самой челюсти, воспринимает их по-своему. То есть для кого-то эти челюсти являются нежно любящей мамочкой, которая иногда кошка ищет несколько мест для того, чтобы котенку было удобно перенести его. Тот просто зевает и мурлыкает при этом. И те же самые зубы, они смертоносно сжимают и убивают мышь. Вот то же самое происходит в момент смерти. Те, кто развивает свои взаимоотношения с Богом, они не боятся смерти, потому что они знают, что Бог их, они уже любят Господа, и Господь нежно о них позаботится. А те, кто ненавидит Господа, те, кто завидуют Господу, они встретят только лишь смерть. Итак, когда человек начинает слушать карикатку от Вайшнау, он получает все эти преимущества. Он избавляется от иллюзорности, от напрасных чрезмерных усилий, от страхов, от смерти. До какого времени мы сегодня, а Индомохан, от кого тут нет? Возможно, мы же вместе, в принципе, можем. Да, вот, например, Арес, где-то часов девять, наверное, крайне, тоже соседи. Но, может быть, и чуть позже, Индомохан, потому что все. А можно позвать Индомохан, от кого тут нет? Until that time? Он спросил Индомохан, Фракоф. Он сказал, till 9 o'clock, we can finish our киртв, like, Кора Арати has to be finished at 9 o'clock, otherwise, it will be some disturbance for neighbors. Как обычно, до полдевятого. До полдевятого? Ну, до полдевятого. 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 Сколько он хочет? Да, until you bring Katha. А, до какого времени карикатку можно? До восьми получается, да? Катха, это случается в Киртвам и все? Нет, это Харикатха, это Канта Харикаха. Ну, я не знаю. Может, Харача, я не знаю. Какая вообще программа? Какого-то не будет. Махарача, what are you planning today? I have no plan. I have no plan. I have no plan. I can do. Он говорит, как вы мне повелите, так я... Как Махарача, удобно. До 9 o'clock, мы можем шуметь, как хотите. До 9 o'clock, мы можем создать звук. В 9-й, все, все, все. Мы можем, в 1-й, в 1-й. Он говорит, вам же нужно, потом вернуться еще. Потому что, сегодня, вы говорите, вы будете думать немного о Шиле Гурадеев, Ден Гавардан Лила, Денанукут Махотсов. И это будет... Вы можете听 к нам о Гурадеев? Уже все готово. Хорошо. Вы можете слушать к Гурадееву? Да, Гурадееву. Хорошо. Харикрисна. Моласи Гурадеев ки. Жай. Моласи Гурадеев Махарачи. Жай. Харикрисна. Харикрисна, не то? Харикрисна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Веды, Пураны, Упанишады, гита, бхагаватам, всех. Что является самым легким способом, чтобы достичь Бога? So firstly, he's tellinglara, Bhaed, you know? Telling can't give answer to me. Now Bhaed is Standa and telling, Om Tatvada Paramhampadam Sadhapashanti Suraya, Om Tatvishnu Paramhampadam Sadhapashanti Suraya, De Vivam Chakshuraratham, Till all Rishi Muni, you know? They are going to meditate. By this meditation, look this is Lord, you know? Meditation there, look this is Lord. Так что лотос пит бишну, если кто-то хочет научить бишну, лотос пит бишну, то жизнь становится очень счастливой, очень счастливой. Так что Беда рассказывает очень-очень мантры, он читал очень много мантры. Кришна говорит, «О, вы говорите очень-очень, очень-очень, что вы говорите, но я полностью не смогу получать ответы». То есть то не только что. То есть так говорить, «О, Упанисада, но ты чтобы отдохнуть, вы можете передаваться». Упанисада тоже скажет, «Упанисада тоже, чтобы почувствовать проблему». Упанисада тоже до Kushner, так много мантры. И вы можете сказать упанисада, «Са-паран-рати-исвари». Несdid ли вы, что выучите, если вы хотите получить плачев, И так, в следующем, Кришна поднял Упани-ша, чтобы Тот тоже ответил на эти вопросы, Тот тоже стал цитировать вишн, мантры Парамарактир Ишвари. То есть нужно развить любовь к Парам, к этому Парам, и тогда в жизни придет счастье и покой. Как Удава, Нарада, Риши, Муни не развивают себе эту высшую любовь к Господу. Да, и тогда у тебя жизнь визит была, уlat, и тогда Он сказал маленький, маленький. Кришна садилась, что да, очень хорошая, очень хорошая, но я не подчинялся. Кришна тоже похвалил и понижал и сказал, да, да, все верно, верно, но мне не удовлетворяет этот ответ, содействие. Кришна сказал в Брама-сутру или Веданта-сутру. Когда Брама-сутра встал, встал говорить, да, для того, чтобы достичь счастья, нужно следовать Адхату Брама Джагиаса. Адхату обозначает, настало время вопрошать о Высшем, о Высшем абсолютно истине. Адхату. Все станут счастливыми только, когда будут вопрошать о Нем. Сейчас просто все пытаются насти это счастье в своих, в тех, кого они видят в этом мире, в своих соседях, близких и людях. Но там нет этого счастья, там только причина страданий. Для того, чтобы обрести счастье, нужно спрашивать о Высшем абсолютно истине. Да, поэтому, Джанма, Джанма, Джесси, Джатага, дизельцам, в котором он в Креасе, достает, достает, обзревает этот Ответ. Он говорит, что это отличная, отличная брама-сутра. Кришна говорит, что это отличная вещь, но я не могу найти ответа. То есть все из него исходит, вероятное счастье и покой из него тоже исходит. Нужно обратиться к этому. Кришна говорит, да, да, все верно, верно, но не удовлетворяется. Садись. Кришна говорит, да, 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 моги. Затем Кришна поднял Пурана, и Пураны стали говорить, что если человек следует социальному укладу, духовному укладу, то есть он проходит стадии Брамачари, Грихаста, Ванапраса и Саньяси, если он выполняет профессию, определенность своему обществу, то он удовлетворяет Господа Вишну. Тогда Кришна говорит, да, это все верно, но не удовлетворяет меня это полностью. Да, и теперь, в последнее время Акшн, это Маха-харата, в этом Маха-харате Бхагавад-гита находится. Да, и Акшн, это Маха-харата Бхагавад-гита, Бхагавад-гита также рассказывает, что вы можете делать, вы можете делать все, но все, чтобы делать это, это Лад. Если делать, если вы pumped этот материал về обсто drill, то только это христиан, ты كل что-но, то лишь христиан, Продолжение следует... 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 И думали, что же делать? Кришна не спросил только Шримад Бхагавата. Если повернулись в сторону Шримад Бхагавата, то, может быть, он сможет удовлетворить Кришну. Тогда встал Шримад Бхагават и стал говорить. Бхагават процитировал два стиха. Первый он прохлада, второй произносит царь Бхарата Рахугану Махараджу, Рахугану царю. Он говорит, о, дорогой Рахуган, ты не сможешь достичь Господа, то есть ты не можешь стать счастливым, даже если ты будешь заниматься всеми видами аскез. Ты не сможешь достичь Господа, не сможешь быть счастливым, даже если ты будешь идеально следовать Его, ты станешь саньяси. Ты не сможешь достичь Господа, даже если изучишь все Веды. Ты не сможешь достичь этой счастья, даже если будешь выполнять все то, что написано в Ведах. И тогда Бхагаватом продолжал, ты не сможешь достичь покоя и счастья, ты не сможешь достичь Бога, пока ты не примешь прибежище у чистого преданного Господа. Только лишь приняв у Него прибежище, это станет возможным. Да, да, и ты не сможешь, да, и то, что ты не сможешь достичь Бога. Но сейчас из-за того, что Вы уделаете это бhakтизу, И то, как Вы уделаете этого бхактизу, Боговат Бхактана, Санген парижайты. Бхакти, как Вы уделаете бhakти? Бхакти, невозможно уделение бhakтизу, то это бhakти только уделение бhakтизу. Тогда Вы уделаете бhakтизу. То есть никакими материальными усилиями, никакой кармой, никакими усилиями интеллекта, никакой гьяны не достичь этого покоя и счастья. Только лишь благодаря Бхакти можно обрести счастье, можно обрести Гока. Где же взять тогда это Бхакти? Бхакти есть у Бхакти. У Бхакти, то есть у чистого преданного, у него в сердце находится Бхакти. Только оно может дать. Это говорится во всех Писаниях. Да. Когда он сказал это слово, то Кришна становится так счастлив. Он говорит, да, да, это мой ответ, что без Бхакти, он сказал, что без Бхакти, он сказал, что без моего преданного невозможно обрести счастье. Да. Бхакти, 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 бхакти Если вы хотите достичь Бога, если вы хотите достичь счастья, то вам нужно обязательно найти и принять прибежище у чистого преданного. Да, поэтому сегодня мы будем слушать о жизни Писания нашего учителя, нашего Гурадева. Вы ученик Гурадева? Мы вчера все прославяли Шилла Гурада, вы можете несколько слов о нем сказать? Хорошо? Два слова. В общем, если говорить про Гурадева, то это значит, что в моей жизни это самая возвышенная личность, которую только могут встретить. И это говорится во многом. И он мне вправил мозги в нужном направлении так, чтобы я уже понял дорогу, которую надо двигаться вперед. Это полное понимание всему тому, что я хотел понять. Только от него я смог это понимание услышать. Гурадева – это личность, которая пришла с духовного мира. Он служит Расхи Кришне в духовном мире. Для меня это, конечно, удивительная находка. И в этом мое как бы счастье жизни, настоящее. Поэтому я как бы целыми возможными способами готов послабить Гурадева и никогда его не успевать. Он сказал, что Гурадева показывает мне свой способ. Гурадева – это мой успех в жизни. И я буду пытаться его glorировать в любом случае. Хорошо. И Гурадева – это мой успех в жизни. Гурадева из Московского фестиваля и тысячи до несколько слов. Про Московского фестиваля. Или оттуда можно какой-то. Можно даже. Я хочу сказать, что Гуратэр для меня, в общем-то, наверное, до сих пор еще загадка, которую я, наверное, буду разгадывать всю свою жизнь, потому что я думаю, что я до сих пор полностью не осознаю того блага, тех возможностей и той высоты, которая таит в себе, вот именно вот это моё знакомство с этой вечности воздушной. И я думаю, что просто для меня в жизни это как бы как незримое руководство какое-то. То есть у меня такое чувство, что он всегда-всегда как бы рядом со мной и заботится обо мне, и как-то складывает всё наилучшим образом. Поэтому я могу сказать, что, наверное, это удивительно. То есть это очень удивительно и до конца во мной неосознанная еще речь. Ну вот, спасибо. Спасибо. Спасибо за внимание, я делаю вообще глубоко дыхание. Вот передайте, пожалуйста, нашему духовному брату. Попытаюсь сказать несколько слов. Значит, нас просят прославить нашего Шрегура Дева. Ну как мы можем прославить по-настоящему Шрегура Дева, откуда мы знаем? Сказал, что истинный путь прославления Шрегура Дева. Я скажу, как сам Гурадев говорил об этом, как ученик может прославить своего учителя. Наш Гурадев говорил, что Гурадеву не нужны пушные церемонии поклонения, огромные гирлянды, красивые дифирамбы, стихи, поэзия. Ему не нужны большие пожертвования, машины, храмы. Что ему нужно? Ему нужно, чтобы мы стали настоящими учениками. Помнили сердце Гурадева. Шрегуру Манопшиштам. И после этого, как можно быстрее, вернулись в духовный мир и заняли наше изначальное положение в служении Шримати Рад и под руководством Шрегура Духа Сачи. Гурадев Промананда. Гурадев Промананда. Ахри, Прешка, Нитарь, Гурадев Промананда. Окей. Окей. Everybody told you, yes, like this for a while, to speak. No. No? You can speak? Okay. Скажите несколько. Такой, хотя бы в третий день. Одно, одно. Не хочу. Кундут. Пронама, мантру, Гурадева. О, мальдяните, мурамдар. Не хочу. 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 Окей. Пашива. Hare Krishna. О, Hare Krishna. You tell our Gurudev, he glories the so-so high. You know? There is glory, the very, very high class of this glory. Loudly. Алло. Ключи, ключи, ключи. Hare Krishna. У нашего Gurudeva очень огромная слава, очень-очень возвышенная. Yes, Gurudev, you know, when he left this householder, you know, this time his age is 24 age. Like this Sriman Chaitanya Mahaprabhu, when he left this householder, you know, that time Mahaprabhu age is also 24 age. That time Mahaprabhu also wife, very beautiful wife, he is also Lakshmi, yes, he is the Vishnu Priya. And Mahaprabhu left Sanyasi, our Gurudev also, when he left Sanyasi, that time he is also 24 age. And this wife, you know, very beautiful wife, Brahma, family wife, that time he left and he took Sanyasi. Yes, so Gurudev, when he came to the temple, and Gurudev, when he came to the temple, where he took birth, this birth also, very, very, our India, very holy place, he took birth, very holy place. This is where our Bhagavan Ram, Lakman Sita, where he residing, where some Veswamitra, this some tapabhumi, where he came to the very performing, chagya, and very great, great personality, they have been bhajana sadhana. Gurudev, that place he took birth, Gurudev. Shina Gurudev появился на этот цвет, на священной земле, где, на одном из мест игр, Sity Rama. А также, это место является Tapasya Bhumi, или местом Vajana, Vishwamitra Rishi. Также, это место, где Господь Ramachandra убил первую демоническую тараку. And also, he took birth, he is the, you know, Brahman family. Our Brahman family is one of the categories. Brahman is the, our India, they are very high class. And he is the topmost Brahman family, he took birth. And Gurudev also very educated, you know, very educated. That time he is the one police officer, he got a very police officer, doing service to the police officer. He also, this house is the, you know, this is the very, very uplands Parivar family. Lot of money, landlord, he left, he took Sanyasi. Shina Gurudev также получил хорошее образование и хорошую должность офицера в полиции. Он был очень уважаемым, богатым человеком. 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 Утамы, на этот председатель. Он понимает, что он понимает, что Гурдава хочет, он делал это repository. Если Гурдава хочет это сделать то, то он должен сделать это такой. Почему? Гурдавы никогда не хотели, чтобы кто-то делал мне служение. Вы знаете, это слово «5-хорсовиды, пожалуйста, 5-хорсовиды» — это Уттам-себа. Желание своего учителя будет служить, даже если гуру препятствует ему эту. Никакой учителем не принимает служение себе, и ученик Уттама будет наперекор служить своему учителю. Гурдава — Уттама-себа. Гурдава показывал пример Уттама-себа. Гурдава — Гурдава — Гурдава — Гурдава — «На ни разу не задерживай мне, чтобы я не понимал Гурдава, я могу делать все». Гурдава — Гурдава — «Я прекрасно понимал желание Гурдава и делал все то, что нужно было сделать без указания». Вы же ученик Гурдава? Нет, про Макараду — Гурдава. Гурдава — Гурдава — Гурдава — Гурдава — И если рассматривать с точки зрения Саддана Баджи, Нишила Гурдайв показал идеальный пример Садданы Баджи, ничем не уступающей шести Госвами. Когда мы поем о Госвами в эту строку, когда они все свое время посвящали повторению Святого Ими, воспеванию, Шила Гурдайв также повторял Свято Ими, каждый день он повторял два лавха святых имен. И Гурдайв каждый день, before breakfast he tried to complete one lathari nama, and every day he woke up, 2.30, he woke up every day, and before 9, he tried to complete one lathari nama, then he take breakfast. Шила Гурдайв просыпался каждый день 2.30, 3 часа утра, и до завтра, когда 9, закачивал первый свой лак. И так же писание говорит о том, что до прасада повторять святое имя, тоже определенное количество кругов, нам тоже нужно стараться следовать за Гурдайв об этом. Святого Арсвабад, и он сыграл. И вы、 его муки, неποеханный придет, он рассказывает, он говорит, что до дэнвара она дал wa, и до 24 часа, и до 24 часа, до 24 часа, Наши ачарьи говорят, «Ну, Кришна же подарил вам 24 часа в сутки. Даже если будете 8 часов спать, даже если 8 часов работать, даже если 8 часов будете заниматься какими-то другими делами, все равно же у вас остается еще время». Если 8 часов спать, 8 часов работать, 8 часов спать, 8 часов работать и… Что вы слышите, а не слышите? Так что говорит, что не слушает? Он говорит, что 8 часов, если 8 часов спать, это достаточно. 8 часов работать, если 10 часов работать, все равно еще остается 6 часов, но ведь можно же совершать баджанта. И на работу и спать, как бы есть. Если 6 часов, минимум 1 час. Ну хорошо, не 6 часов, но хотя бы час-то можно отдать в сутки. Да. Если не час, то полчаса, можно отдать в сутки. Если не час, то полчаса, можно отдать в сутки. И Кришна говорит, что «О Дхава, если кто-то не читает Моя Нема, не принимает баджанта», то он опять приходит в сутки. Так что, нужно дать много святого имя. Вообще, если дать письма, то будет перед письмом. Хорошо? Так что, готовясь повторять святого имя, и в частности, перед первой пище. Хорошо? Хорошо, как Папарати. Кришна, 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 Кришна. Харе, Раму. Раму, Раму. Так что Гурдев, вы знаете, Гурдев бhajan садхана, это очень сильный садхана бhajan. Я стою с Гурдевом, я смотрю все это, как 24-часа Гурдева полностью обсуждает этот стутив, что Гурдев был очень тяжелым, а Гурдев был очень тяжелым, как Гурдев был очень тяжелым. Это пример нам для следования. И Махаправу, если вы знаете, это сам Бхаби-срабани, то есть Бхаби-срабам, это Бхаби-срабам, это Бхаби-срабам, это Махаправу адр. Гурдев был очень сильный Махаправу адр, الكثير на весь мир выезжает и притчает все остальные. И поскольку Махапрабху пожелал, чтобы его имя было известного в каждом городе, в каждом уголке земли, как бы Дев старался исполнить его желание? Да, и Махапрабху пожелал, чтобы Махапрабху поделал вместе с шестью Махапрабху. Махапрабху дал четыре указания Госвами. Первый из них это восстанавливать святые места, прославлять святые места. Это включает в себя восстановление святых мест, воздвижение храмов в этом месте. Харикатхой, Явашилла Города, как много он прославлял святых мест во Враджи и в Новодипе. Он восстанавливал Кандирвана, он восстанавливал Бандирвана вместо, он воздвигал храмы, построил группа санатани, построил на Кирирача Каварданаха, построил в Новодипе. Махапрабху просил Госвами, чтобы они писали работы о книге о Бхахте. Сколько Городев приложил усилий, чтобы дать нам эти книги о Бхахте? Да. Итак, Городев, и другая вещь это, вы знаете, это восстанавливает все деяты. Городев также восстанавливал много деяты. Он восстанавливал все одно 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 темпу. Городев, и Городев также восстанавливал божества в тямах. С global на Махапрабху, который приходит в И так, первым парикрамм по святой земле, начал Махапрабу, когда проходил со своими спутниками. После него на Никинанда Прабу водил Шиджиру Гасвами. Далее, ауто парикрамм возгновил Бабхисидан Сарасвати Пракупада. И после его это дело принял наш парам Гуэда Шила Бабхисидан Кешу Гасвами Махарач. И Шила Гуудэфа, следуя этой традиции, сделал все возможные удобства для людей, для того, чтобы эта парикрамма приняла масштабный характер. А он говорит, что если сравнить другие линии, как они проводят парикрамм, у нас большинство людей съезжается именно на нашу парикрамму. Сколько людей участвует в нашей парикрамме? Сколько Гуудэф усилий сделал для того, чтобы сделать эти удобные места для размещения паломников? И наш гуудэф, он стоит в Гиридар Говардан, где наш Гиридар Говардян был. Гуудэф stayed вgamе, и он занимает очень большинство. Он каждый день на парикрамме, Гиридар Говардан, каждый день на Ту-ту-ла, в Ариноам, каждый день на Аль-Бабхиси. Он всех лет на Аль-Бабхиси. А когда будь на доме пригодится к Чапату и есть, и он будет. И мы в Дей Граде с очень большой астрологией. Как Госвамистое живет Бхазша, в Хераде про дать Вигача Лалита. И мы делали Бхазши, в Херадхаране, в Херадхаране и Сesto, и где вы жизнете, и которую Вы на Бхазши гурдей совершали на беременном Бхазши. Так же, как Наша Госвами, он каждый день проходил парикраму вокруг Кирилляча Ковартана. Он читал Чайтани Чаритамриту, так же как наши Госвами жили на Мадукаре, то есть на том, что подадут местные жители, так же Гурадев жил в очень простом месте, в очень простой хижине, и жил на одной милостине, главное, чтобы все время уходило на баджан. Да, Гурадев, before, Гурадев never, he lived in Brajimandal, all we try, stay in Brajimandal, doing very nice sadhana vajan, Гурадев, he tried, but after he, when he, Гурадев, in this power of this vajan, never he got here and there, because now, when he cut very power of this giri-razga vajan, now he's preaching whole world, he spread this harikata, whole world become his disciples. Гурадев делал очень сильный баджан в подножии кириратчика вардана, и он принял обет о том, что он никогда не уедет в Brajimandal, и он действительно большую часть своей жизни именно был на Brajimandal и служил в Brajimandal. И вот силой этого баджана, сила баджана никуда не уходит без следа, силой этого баджана он и был способен заняться потом мировой проповедью, и так много людей пришло к нему за помощью. Гурадев, you know, everybody, Гурадев, teached this harikatha, you know, Гурадев, everybody gave the chance to learning harikatha, telling harikatha, Гурадев always gives so much chance to show, who is the camp to Gurudev, they are very nice, nice, metham-harikatha, they are telling, who is the exercise of Gurudev, learned, which is the mercy of Gurudev. You go to another temple where difficult to one person find out many speakers, but our Gurudev temple, many, many good speakers, harikatha, they are telling. Gurudev отличался тем, что он был, он просто выращивал людей, проповедников, которые могли дать самую замечательную harikatha. Сколько в нашей линии проповедников, которые могут дать хорошую harikatha. А у нас Gurudev, он просто брал этих всех этих мальчишек, этих девочек и делал из них хороших проповедников. Он, именно, это одна из уникальных качеств для Gurudev, о том, как он воспитывал молодёжь, как учил их harikatha. So, our Gurudev is the, you know, somebody telling, somebody, achara-кара-наке, unakara-prachara, прachara-кара-наке, unakara-acara. So, Krishna telling, oh, somebody doing preaching, but not doing the achara. Somebody doing the achara, not the preaching. But if both think you can serve to Gurudev, he is bhajana, also very, very perfect bhajana, and he is preaching, also very perfect, he is preaching. То есть, Шила, некоторые, Maha Prabhu говорил, некоторые они проповедуют, а некоторые занимаются bhajana. Но у Шила Gurudeva можно было видеть о том, что он был идеальный и в bhajana, и идеальный в проповеде. Да. And also, Gurudeva, Yabhari, you know, if somebody doing for a little bit Krishna-seva, Guru-seva, then Gurudeva becomes so happy. Even someone little bit doing something. Yes. So, Gurudeva has so, so many qualifications, and he can see so many surprises. So, this is Vishuddha was the mahadra, they are telling, one girl, some bit of a paganite, this is some child, some paganite was. You know, this, they are doing some, her test, he saw that they have no limbs, she has no limbs, you know. So, these ladies came, they are, all of India, they are, you know, he would go to some sadhu, mercy of a sadhu, everything, okay. That is Vishuddha, we would go there, too, I have to taste this, this, my belly, this you know. You know, this baby has no limbs, you know. Some limbs, she have no, you can do mercy, Therai Gurudeva gave mercy to him, and again Ashiwabha uhm. When we get to birth, this birth, this child became a very beautiful, very good child, fancy lady, bring this child to Gurudeva, you can give them mercy of You, my child is very very good! Однажды одна женщина беременная подошла к Гуру Дэву, сказала, что приборы показали о том, что ребенок будет инвалидом, он не будет полноценным. И ей посоветовали о том, что вы идите к саду, и сад обязательно вам поможет. Гуру Дэв сказал, что я могу сделать, нужно просто молиться Кришне. И потом эта женщина, когда родила, она пришла, принесла ребенка показать Гуру Дэву, это был замечательный, красивый, полноценный ребенок. От благословения Гуру Дэву было множество других случаев с подобными чудесами. Он transientный внушuous даниил. Девушка не знала, что он сильно говорит, что он изжалывает Гуру Дэву, runterтервь. Вместе он сказал till Гуру Дэву, Гуру Дэву, спасай меня, Гуру Дэвы, спасай меня. Но он чувствовал ввид decentralized дело, что полностью теряете, будет полностью н composersить. Он сказал, что Гурдев, он сказал, что Гурдева пришла и пришла к нему, и пришла к нему. Он сказал, что я вытащил ее на берег, но я не знаю, как это произошло, говорил Гурдев, как бы не вначале. Например, он сказал, что его спасает и потом Гурдев сказал. Если не в гостях, то исполнили с гостями, и, в то время, у него нет. В первую очередь, у его родной, Гуразу CANCи, Гураза Магадан, он говорит, Гураза, «Гураза, говорит, я видела у него, И в ночной ночи я мечтал вам, и вы были блесты на меня. Поэтому вы пришли, и мой последний желание было, я беру дарсану, и я умер в ботину. И он, Гурадев, он был туда, и она берет дарсану, и у него умер в ботину. И я знала, что ты придешь, и мне нужно оставить тебе часть тела, и я так молился о том, чтобы я увидела тебя в последний раз. Поэтому, Гурадев, вы знаете, так много дарсану, которые называют Гурадеву, Гурадеву пришли и спасли их. Да, в таком случае Гурадеву является бесконечным, бесконечным катханом Гурадеву. Можна просто бесконечно прославлять Гурадева, сказать все эти истории, как я могу не сказать. Да, и вы очень, очень счастливы, что вы пришли к Гурадеву, чтобы пришли в эту линию Гурадева. Да. Писание говорит, что если в вашем жизни вы проживаете этот гирираж, то в любом жизни вы не сможете садить ни грины и глины. Писание говорит, что если в вашем жизни вы проживаете этот праздник, то вы уже больше ни в чем не будете нуждаться, ни в одежде, ни в пище. Субтитры создавал DimaTorzok 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 о появлении Гирраджи Гавардана. Там говорится, однажды Рада и Кришна сидели вместе, и они пожелали сделать самое красивое место для встреч, чтобы оно было красивой горы, красивые водопады, красивая зелень, чтобы все утопало в этой зелени, чтобы в этом месте присутствовали все шесть сезонов. В Индии там не четыре сезона, там шесть сезонов. Там еще добавляется сезон дождей, и еще какой-то сезон. То есть осень какая-то, поздняя осень или ранняя осень. Да, да, да. Чтобы там присутствовали все шесть сезонов, чтобы это было невероятно интересно и увлекательно. И тогда оттуда, и из этого, и из сердца Радарани появилось это красивейшее место. И Ирира, Гавардана, взрослый, В Писаниях можно встретить о том, что даже Вишну не может попасть во Вриндаву, не говоря уже о всех остальных. И однажды описывается в Писании, что Брама, Вишну и Махеш совершали аскезы. Для чего? Для того, чтобы тоже появиться во Вриндаву, чтобы хотя бы видеть эти игры. И когда Кришна, удовлетворенный их аскезами, спросил, ну что же вы хотите, те мечтали стать хотя бы хоть в какой-то форме там присутствовать. И тогда Кришна сделал так, что Брама стал Варшаной, место, где стоит красивейший дворец, в Шримандир Шиматирадарани, Шива стал Нандагаона, той высокой горой, на которой стоит дворец Кришны, а Вишну стал Гирираджем Говардана, место встреч воды Кришны. Да. Так что Кришна, почему Кришна использует Кирираджем Говардана? Они находятся за четырех регионов. Вы можете объяснить, что Махарад уже сказал, что это четырех регионов. Вы можете объяснить. Вы можете объяснить. Вы можете объяснить. Вы понимаете. Махарадж попросил меня пересказать те причины, почему Кришна поднимал Гирираджем Говардан. То, что проверили, запомнил я это или нет. Первая причина, почему Кришна стал поднимать Гирираджем Говардан, это для того, чтобы, напомню, перепутать последовательность. А, первое, что он хотел сделать, он хотел установить о том, что поклоняйтесь всегда Киририраджем Говардану. Всегда при любых обстоятельствах. Не нужно больше никого просить и не нужно больше никому поклоняться, кроме Гиририраджем Говардану. И несмотря на то, что в Ведах описано множество полубогов, которые исполняют те или иные желания, Кришна, тем, что поднял Гирираджем Говардан, все это игры, показал о том, что и Он хочет, чтобы мы все, что нам нужно, все наши духовные и материальные желания обращались именно к Гирираджу Говардану. Махараджи говорит, что Гиририраджем Говардан исполняет легко любые желания. Кто-то приходит, шилы туда ставит, показывает, какой ему домик нужен, какой высоты. Кто-то приходит, там, прутики завязывает, показывает, что ему нужна хорошая жена или хороший муж. Кто-то приходит то или иное, кто-то давардандаватами делает Говардану по рекламу. Кришна поднимал Гирираджем Говардан для того, чтобы показать, что я хочу, чтобы вы поклонялись именно Гирираджу Говардану. Вторая причина, почему Кришна, поднимав Гирирадж Ковардан, он хотел немножко уменьшить гордость Индры. И Кришна был, Кришна просто эта мысль того, что Индра считает себя царем его близких, его родственников, его возлюбленных, считает обычных своих граждан, тем, которым он дарует милость или не милость, потому что тот возомнил себя царем над ними. Кришна очень претила это мысли, поэтому, чтобы убрать эту гордость Индры о том, что он повелевает его семьей, Кришна для этого поднимал Гирирадж Ковардан и показывал, что Индра совершенно бессилен даже травинки навредить во Вриндаване. Третья причина, почему Кришна поднимал Гирирадж Ковардан, это... Третья причина, почему Кришна поднимал Гирирадж Ковардан, он хотел быть вместе со всеми. Кришна очень любит праздники, он по каждому поводу во Вриндаване постоянно устраивает праздники, как, в принципе, и наши Ваиштамы. Также Кришна... Так как очень сложно собрать всех в одном месте, все очень заняты всегда, и так же сложно, чтобы в одном месте находились и все женщины, и мужчины, и дети, и старики, и коровы, и вообще все в Раджавасе, Кришна устроил этот большой праздник, чтобы быть наедине с ними. Кришна не может общаться с Копи, потому что в политической традиции женщины и мужчины без брака вообще не имеют никаких отношений. Кришна влюблен в Копи, Копи влюблены в Кришну. Каким образом они могут встретиться, только если вдруг случится это стеклиное бедствие, и всех нужно спасать от этого горделевого Инды. И вот тогда Кришна воспользовался возможностью и поднимал Гирирача Говардан, чтобы видеть свои Копи. Не таясь могли уже. Не таясь могли видеть друг друга. Если Кришна держит Гирирача Говардан, то никто не заподозрит, никто не будет ругать, почему Копи смотрит на Кришну, и почему Кришна может смотреть на всех остальных. Четвертая причина, почему Кришна поднялся, что Гирирача Говардан, это одна из самых сокровенных причин. Потому что Кришна уже тогда намеревался совершать танец рации с Копи. У него был очень большой продуманный план, как сделать так, чтобы Копи полностью отдал ему свои сердца. Раньше он уже демонстрировал им, как он играет на плете, какой он красивый танцор, как он умеет танцевать на змеях калия, тысячеголового калия. Это так красиво, что даже полубоги не могли поймать его ритм. И теперь ему нужно было показать, как бы последнюю каплю поставить, потом какой он сильный. А Кришна думала, ну что, говорит, что мне эта гора? Подумаешь, 22 версты в ширину, 22 версты в мили, 22 мили в высоту. Это была Царь Город, это самая высокая гора на земле была. Что мне эта гора? Да я ее одной рукой, одной левой. А с кого левой? Я ее одним мизинцем подниму. И Кришна так показывал гору, как он бегал огромную гору, как мячик, как детский мячик поднял. И держал его в течение всей недели, все семь дней и все семь ночей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Иван Кhitин. Махарашвиста стесняется своего английского языка, а так как он рассказывал много раз от него это слышал, эти подробности, то он просто на меня переваливает. Однажды Кришна видит, как мама Айшода всю ночь готовит различные вкусные вещи, потом он обычно шутит, говорит, что пельмени, вареники, как что-то обычно русское готовится, блины, ватрушки. Вот, и Кришна в принципе каждый год на это смотрел, потому что мама Айшода раз в год готовит для Индры все эти вкусности, потом они несут это, делают большую яги, предлагают Индре. Но здесь Кришна уже не утерпел, он решил уже добытываться у мамы. Мама стал тянуть у нее за подол на кухне. Мама, для чего это все готовится? Что, у меня день рождения? Или день рождения у Баи? Да, у Баи? Он сказал, нет, 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 иди к папе, я занята, я очень занята. Когда Кришна залез на колени к папе, стал тянуть его за бороду и тоже задавать те же самые вопросы о том, что папа, папа, для кого мама готовит это, почему она мне ничего не отвечает? Тогда папа стал ей объяснять. Но папа, вкопал чемпионное песено, папа уже тогда стал сомневаться, почему Кришна стал об этом сегодня спрашивать. Потому что он знал, что когда Кришна чего-то спрашивает, то после этого будет что-нибудь особенное. Поэтому он уже в голове старался угадать, чего Кришна хочет своими вопросами. Тогда Кришна невинно спрашивал у папы, папа, так зачем мама все это там готовит? Папа стал вроде как по-простому объяснять. Ну, понимаешь, мы пастухи, мы живем на том, что у нас короба, что у нас молоко, кого вам нужна зелень, где эту зелень брать? Ну, для этого нужна вода. Вот в эту воду дает Индра. Если бы не было бы Индры, если бы мы не поклонялись бы Индре, он наш царь, то у нас бы не было всего остального. И тогда Кришна стал ему просто доказывать с разных сторон зрения. Он, как написано, я все, конечно, не вспомню, он говорил, он стал использовать самые различные философии ради того, чтобы доказать о том, что папа совершенно не прав, о том, что он это делает. Сначала он, Кришна, стал задавать мудрые вопросы, говорит о том, что папа, а ты это делаешь на соответствии с шастер или это так, по собственному измышлению? Это семейная традиция такая. Папа говорил, да, да, это наша семейная традиция. Мы это делаем, твой дедушка это делал, наш отец это делал, теперь мы это делаем. Потом Кришна, Кришна как бы одно уловил, второе спрашивает, папа, говорит, а что, если не поклоняться Индре, то мы вообще ничего не получим? Говорит, но если ты поклоняешься, он становится довольным, и поэтому тебе дает дождь. И тогда Кришна стал ему объяснять уже логически, ну хорошо, но если, то есть там, где не поклоняются Индре, дождя нету. Ну вот возьми океан, кто там в океане поклоняется Индре, там что, дождей не бывает, что ли? Тут папа уже стал, задумывался больше над словами Кришны, и говорил, тогда Кришна стал задавать дальше. А Кришна уже вместо того, чтобы спрашивать дальше, он уже сам стал делать своим утверждением. Каждый просто работает, каждый на своем месте. Мы пастухи, нам нужно заботиться о коровах, заботиться о браманах. Вот такой закон кармы говорит, если ты выполняешь свой закон, если свою выполняешь себя, ты естественно получаешь этот результат кармы. Кто тебе его не даст? Если Индра там, если он царь, если он выполняет свои обязанности, он просто обязан дать нам этот дождь. Карма, она на то и карма. Если ты выполняешь свои обязанности, обязательно получаешь результат. И вообще это не он, даже не Индра, это Господь Нарайна всем дает этот результат. Он совсем не твой Индра. Так Кришна убеждал его совершенно по-разному. Наконец Нанта-Баба согласился о том, что да, действительно. И тогда Кришна еще последнюю каплю бруси сказал, а ты вообще когда-нибудь этого Индру видел? Ты когда-нибудь видел, что он принимал твои подношения? Тут уже ответить было совершенно нечего. И тогда Кришна сказал, а вот если мы будем поклоняться Гири Раджу Гавардану, я тебе обещаю, ты его увидишь, как он будет кушать все твои подношения. Ты его увидишь воочию, он тебе подарит самое лучшее благословение, все, что ты захочешь. И тогда отец Нанта-Махарадж созвал других в Раджавайсе и объяснил, что Кришна хочет. Все, конечно, согласились. Он сказал, что Гавардхан нам все дает. Да, да, он говорил, ты сам увидишь, что Гавардан нам все дает. И посмотри, дальше продолжает Кришна, посмотри, какой высокий Гири Раджу Гавардан. Своими вершинами он, смотри, останавливает все облака, тудоры чайками, стекает вода, вода дает траву, трава дает пищу коровам, корова дает молоком, мы пьем это молоко и т.д. и т.д. и т.п. подобное. Как это делать? Все, кто согласился с Кришна, чтобы облаковать Гири Раджу Гавардан. Да? Вы не облакали, как облакали, как облакали. Индумухам пробовали, облакали прасаду. Предлагайте прасадам, я сейчас покажу историю еще. Это еще не готово? Еще, там, можно, да? Будет. А по времени это сколько? Да. More 20 minutes. What? He finished cooking for 20 minutes. Будет, будет, будет. Сейчас я историю-то расскажу, может быть, за это время как бы закончится приготовление. Я припас. Он уже готовил, он уже готовил, но не готовил. Но сейчас готовил, say Бхагава. Как же приготовиться, чтобы приготовиться? Потому что, в Махараде, есть же проблемы, как и в Натчинске. Только небольшой место для приготовления. Я вижу, что так много, так много прасады принесли. Очень быстро готовил, и сейчас все готовы. А можете сейчас предложить? Ну, давайте, да. Все же, говорят, голодны, сихлы. Махарадхи. Махарадхи. Зай. Махарадхи. 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 пусть сделала такую большую конструкцию, на которой было установлено тысячи огоньков, и чтобы эту большую конструкцию можно было вращать, там был большой рычаг. Крышна предлагала эту большую лампадку Дерираджу Гавардану, они сделали благогоние, лампадку все это предложили, и потом вдруг появился большой-большой-большой образ. То есть кто-то появился очень большой, идеально похожий на Крышну, и потом в Раджавасе, когда смотрели это, они не в глаза смотрели на Крышну, а в глазах на того, кто-то появился там, до небес. Не было совершенно никакого различия, и столько в размерах. Тогда они стали смотреть, как этот кто-то сел на гору и стал просто все это поедать. Да, как он описывает, он так быстро и такими длинными руками клал это себе в рот, что казалось, что у него очень много рук. Он достаточно быстро съедал все эти горы, просил еще больше. Он кричал «Анайор, Анайор, Анайор», это означает «несите больше, еще несите больше». Там в этом месте сейчас деревня Анайор стоит, мы на Парикре мы ее проходим. Вот там он это все ел. Потом, когда поел, в Раджавасе стали перемигиваться. Крышна, типа, Крышна, у нас больше нечего дать, он теперь нас ест. Это так-то оброжевает. Крышна сказал «Я все улажу». Он приносит листик Тулас и кладет, говорит, «Мы бедные, в Раджавасе, у нас больше ничего нету». Тогда Гарвардан принимает листик Тулас и говорит, «Все, татасту, я удовлетворен, просите у меня». А нет, после этого он прополоскал лот, выпил там какое-то озеро. Сорвал какое-то дерево, как зубочистка, почистил себе зубы. Потом он выплюнул, это повез, по-моему, Манаси Ганга, Гопала Чампуна Гируна. И затем, говорит, «Все, теперь татасту, татасту, я удовлетворен, просите, чего хотите». Тогда все в Раджавасе, конечно, подошли к Гирраджу Гавадану поближе, насколько им не страшно было. И у всех было только одно желание. Лишь бы только Крышне было все хорошо. То есть лишь бы только больше не появился никакой демон и не мучил его в будущем. Как вы говорите, это отличает Раджавасе, потому что все, что им нужно, все, что им делало, только для того, чтобы Кришна был счастлив. Потом, 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 потом стал возмущаться Мадумангал. После всего этого Мадумангал стал больше всех поговорить о том, что Кришна, мне поклонение Индры нравилось больше. Потому что после того, когда мы поклонялись Индры, у нас хотя бы после того было же то есть. А после своего Гирраджа Гавардана мы и так долго, давно худе... это... как это там... голодали. Вот, тогда Кришна сказал, не волнуйтесь, не волнуйтесь, я все устрою, он опять подходит Гавардану, что-то ему шепчет, и вдруг появляются целые горы. Но не просто горы там в варениках, а все получалось вдвойне. То есть все, сколько они предлагали, все появилось ровно вдвойне больше. Тогда Мадумангал не успокаивался, возмущался еще больше. Говорит, Кришна, говорит, а ты нас обманул, оказывается. Если бы мы знали, что оно все вдвойне появится, мы бы еще больше выхти принесли бы сюда. То есть, Мадумангал не удовлетворить вообще никак. Потом в Раджавасе устроили большой пир, потом в Кабалчампу написано, стали поклоняться Браманам, стали доделать подарки на Довую, стали поклоняться... там слоны у них еще были, Кришна, Слоней подъезжал Гирраджа Гавардана, стали поклоняться Браманам, коровам, коровам стали одевать красивые украшения, красивые копыта, тележки. Потом, после того, как пир закончился, они, наверное, могли двигаться, тогда они пошли, и Кришна ввел, что теперь мы пойдем делать Гавардана Парикрама. Это была первая Гавардана Парикрама. Они шли, шли очень весело. Кришна шел впереди с мальчиками, они бросали там свои дудочки. И Кришна так очень хитро бросал высоко свою флейту, так что много раз крутилась в воздухе, для того, чтобы можно было сбегать гопи, или закручивал хвосты, телята. Гопи потом шли взрослые пастухи, потом женщины, а гопи сидели сзади на повозках. Вот. Всем было весело и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok, и кришна. Гору-джи Махарад, кришна. Инду, индю Бусан. Инду Моха. Инду Мохана Браво. Инду Мохана Браво. Абхи, ватрадедед, не закончил кукки. Ватрадед, кукки, это достаточно. Нет, он сказал, что он все равно принесет предлагать эту флейту. Окей, Харе Кришна. Инду Мохан. Инду Мохан. There are two there. There are three persons. Three Brahmachari cooking now. Как китайским Brahmachari готовят на кухне? All Brahmachari, where are? Cookie? One. Three. There are three cookies. Эй, боже, хана-хана. Сколько мыло, мы стоим. Махарад, сказал, что было больше. Махарад, yesterday you told yourself that it has to be so much. It was so hot, therefore all day cooking today. Махарад. Now, we're stuck now. No need more. Найор, найор закончился. Надо сказать, что хватит уже, хватит. Тут это кто? Двухи отсюда идут. Жен. Махарад. Иди. Да. Судачал. Махарад. Иди. Волопин. Иди. Энгап. Иди. Иди. Махарад. Иди. Вы можете сказать всем, что сейчас Вы Гирираз Говардар. Если у вас парикрама в голове, то вы можете получить фруктуру. Вы можете сказать, что это нормально. Вы можете сказать, что если кто-то парикрама Гирираз Говардар, то Гирираз исполняет желание каждого, кто совершает говардану парикраму. Мы сейчас пойдем на говардану парикраму в уме. В уме совершенная деятельность имеет тот же самый результат, что если идти физически. Поэтому у нас сейчас будет возможность совершать говардану парикраму. Если кто-то делает парикрама, то Кришна, он следует. Кришна следует, что он следует, что он следует. И Кришна думает, что он взял парикраму, что я. Что Вы хотите? Я могу сделать все. Кришна следует за человеком, который идет к говардану парикраму и думает, что он хочет, что он хочет своими усилиями исполнять. Если какие-то девушки не хотят婚, то Гирираз Говардана парикрама, то Кришна следует. То есть Кришна исполняет желание всех, кто идет совершать говардану парикраму. Да. Да. А как у меня совершить парикраму, если я не был? Я уже не был. Если я никогда не был в говардану, то я не был в говардану парикраму. Почему никуда не был, да? Мне нужен был в говардану парикраму. Но если мы не видим это, то есть, то есть, то есть, то есть. Если мы не видели Кришна мне помыщение, то есть, то есть. Это тоже самое, Кришну. При этом, когда мы сейчас проходим говардана парикрама, то будут называться имена этих мест. Они не отличат от этих мест. То же самое результат будет. И я могу сделать это. Да. В Писании говорится о том, что совершенно нет разницы, если вы служите Господу в уме и служите Его физически. И даже в уме иногда Господом приветствуется гораздо больше. Он доволен гораздо больше. Однажды записывается история про одного бедного брамана, одного бедного священнослужителя. У него было совершенно денег, но он всегда мечтал делать пышное поклонение Господу. Однажды в Харикатхе я услышал о том, что это можно делать в уме и будет тот же самый результат. Тогда он пошел домой, закрыл, чтобы ему никто не мешал, сел в позу лотоса и стал представлять о том, как он строит самый красивый дворец для своей богини. Он поклонялся Лакшмина Ране. Для Лакшмина Ране строит самый красивый дворец и самых красивых драгоценных камней, самым красивым алтарем внутри у братства. Он все так представлял, все это в деталях, как воздвиг этот дворец. Потом он стал представлять, как он из самых лучших продуктов готовит для них самые вкусные блюда. И наконец вспомнил о том, что он любит хир. И он стал делать сам хир, молочный хир. Это такой рис, готовленный в молоке, с сахаром, с другими разными фонами. Он добавлял туда самые ароматные, самые вкусные ингредиенты. И наконец, когда уже поставил на алтарь, он вдруг вспомнил, что хир может быть горячий, потому что он только что снял его с огня. И он запихал туда один палец. Он запихал туда палец и вздрогнул от того, что хир действительно казался горячий. Он обжегся. Когда он вышел из этой медитации, он увидел у него полностью обожженный палец. В это время Лакшмина Ране сидели у себя во дворце. И Лакшмина Ране просто засмеялся. Лакшмина все стало запутаться, что случилось, почему ты, мой дорогой супруг, смеешься. И тут рассказал историю про этого бедного брамана. Лакшмина просто не утепил, говорит, я тоже хочу посмотреть на него. И тогда они оба спустились и забрали его к себе. Вот так описывается в Писании, потому что все, что мы делаем в уме, имеет тот же самый результат. Ага, он скажет, он скажет. Теперь, когда вы закройте свои глаза и забудьте о том, что вы находитесь в Санкт-Петербурге. И в этом труднопроизносимом слове. О том, что вы находитесь в Индии, во Вриндаване. Если те, кто не был, то просто слушайте эти имена, чтобы быть там в этих именах. Первое место, которое посещаем, Дангадья. Дангадья это место, где Кришна пробовал забрать налоги с Гопи. Затем идет другое озеро, называется Дана-ниварта-накунда. Там, где наоборот, Гопи уже собирали налоги с Кришной. И потом приходит Анна-рагама, где Гирилад Говардан сказал, что «Больше, больше, больше». Ага, Анна-рагама, что? Чар! Потом приходит Говиндакунда, где Индра обещал к Кришне, что это все, что это Чарнавирдакунда. Затем мы сворачиваем немножко ближе к Говардану, и возле него склон находится Говиндакунда. Это место, где Индра потом в раскаянии совершала бешек у Кришны. Да. Потом приходит Пучрикеллаутха. Это сказка Ситридаджа Говардан. И они были в Альбраджа Гоби и Расрилах. Когда Кришна приходит Дисаприя, они приходят в Альбраджа Гоби, в Альбраджа Говардана. А также следующее место Пучрикеллаутха Кунда. Это место, где конец хвоста Гирираджа Говардана. Где место, где Гопи совершает Кришна, совершает весенний Танья театра. Место, откуда Кришна исчез, Гопи начинают его спрашивать Пуча. Они спрашивают, где Кришна. Они начинают искать Кришну. Да. Потом приходят Афсара Кунда, Навала Кунда, Сураби Кунда, Сураби Кунда, и Джатипура. Там же, в том же месте находится красивое озеро Афсара Кунда, Нава Кунда. Потом идем дальше и поклоняемся Сураби Кунди, потом Джатипура, место, где там умываются молоком Говардан. Те, кто были там, они помнят это. Потом приходят Удхав Кунда, где Удхав, он взял форму грязь и берет селтера Гирираджа Говардана. Потом постепенно доходим до Удхава Кунды, где Удхав принял форму травы, чтобы брести пыль со стоп Гопи. Удхав Кунда, Ки, Джая. Потом приходят Радхакунда, Сямхунда, и Кунда, Мишали Радханда, и Кришна, они взяли форму Кунда. Потом мы доходим, где вместе стоят, находятся Радхакунда и Щямхунда. Это не просто вода, это с вами Рада и Кришна. Мы обходим вокруг них Папа Рикрами. Там присутствуют все святые реки, все святые места в этом. И те, кто совершает амачиман или принц совершает умовение, они совершают умовение во всех святых реках. Бала Шри Радхакунда, Ки, Джая. Бала Шри Кришна, Кунда, Ки, Джая. Потом приходят Кусума-Сарвара, где Аль-Браджи Гопи collected nice nice flower, made garland, offered to Krishna. Потом идем в обратную сторону, доходим до Кусума-Саробана, в этом красивейшем месте, где градика со своими копья собирают цветы, делают из-за гирлянды и дарят Кришне. Бала Шри Кусума-Сарвара, Ки, Джая. Бала Шри Нарадхакунда, Ки, Джая. Бала Шри Ратнаведи, Ки, Джая. Бала Шри Манаси-Ганга, Ки, Джая. Бала Шри Hari-Deva, Ки, Джая. Бала Шри Манаси-Ганга, Кришна, his own mind, he manifested this in Ganges. So if somebody took birth, get the same fruit and take birth in Ganges. Манаси-Ганга, это Ганга, которая появилась прямо из ума Кришна. И те, кто совершает неумовение, оно еще даже выше, чем совершать неумовение в Ганге. И они приходят к Хри-де-ву. Ки, Кришна, ки, Джая. Это Гири-радж-Гавардхан. Это форма Гири-радж-Гавардхан. Потом мы заходим в храм Хри-де-ва. Этого красивого божества установлена, это то самое место, где Кришна держал Гири-радж-Гавардхан. Теперь мы заканчиваем Своей парикраммом. Прабху-джи, Харе-кришна. Одну минуту, суток. Харе-кришна. Я впервые приехал из Своей страны. Прежде всего, я не приехал. Инду, Мохан, Прабху, и все, они пригласили меня сюда. Они приглашали меня в Харе-катхан. Это Басхудам, Басхудам, Прабху, Аллах, Бурдеб, и все, что вы пригласили меня. Поэтому я очень благодарен для вас. После Гавардхана Парикрама, Шадар Махарача решила всех благодарить. Он говорит, спасибо большое, что пригласили нас сюда. Первый раз в эту страну, в Санкт-Петербург. Он говорит, спасибо большое за Мохану. Прабху вас, Адами. Прабху всем преданным ученикам. Шелагуру, Дева. Итак, вы дали мне возможность сказать Харе-катхан. Я очень рада с вами. И, кто разрабатывает Харе-катхан, это не обычное. И, кто разрабатывает Харе-катхан, Поэтому Шанкар говорит Парабадху, что это очень вкусное, очень-очень-очень, очень-очень-очень, и очень-очень-очень. Девяты приезжают и обеспечивают Харе-катхан. Это очень-очень реализация. Он говорит, я очень счастлив, потому что у меня была возможность Харе-катху дать, рассказывать Харе-катху, потому что это такая удача, когда есть возможность говорить Харе-катху или слушать Харе-катху. Я говорю, что Харе-катху дать Харе-катху дать Харе-катху дать Харе-катху, что Hop Харе-катху дать Харе-катху дать Харе-катху Дать Харе или sano. Он говорит о Боге, что obtained Харе-катху. Например, думают, как замечательно, когда отдают Харикарху, как замечательно, когда служат, и он просто начинает восхищаться теми, у кого есть такая возможность. Даже это определяет его, нахождение, то, что он попадет на Галоку Бриндавана. Да, так что мы собрались здесь, мы слышали так много Кришна-катхи, поэтому мы очень-очень удачны. Хорошо, все, пожалуйста, подарите мне свою милость. Хорошо. А можно сказать? Ага, он хочет говорить. А я так скажу, громко. Он может говорить. Спасибо. Я еще несколько вам привет. А, ну, ладно. Валерий Кришна, я хотел от имени всех преданных, которые здесь присутствуют и которые не смогли сегодня здесь быть, поблагодарить. Шрифат, Шрифат Махараджа, что он к нам приехал и хотел сказать, и дал замечательную катху, прекрасные киртаны. И мы все счастливы его видеть, и мы будем ждать его следующего приезда, который, может быть, получится летом. Они хотят вас снова увидеть в Сама Махараджа. Они очень рады, что вы приехали, и они хотят увидеть вас в Сама. Это возможно. Хорошо. И они пить парикамат? Это возможно, что они пить? Ага, это нужно. И они... Ага, что вы? Вы обранили что-то? Все обранили? Да, они обранили все обранили. Хорошо, спасибо. А сейчас красивые блюда, мы будем проходить вокруг, прямо совершать гират и гавардан еще и физически. Где гавардана по викрому? А, там даже есть преданные красивые оформили подношения, поэтому каждую будет возможность нести на голове подношения для гират и гавардана, прямо как во время картики на гавардана на вкус. Пожалуйста, подходите на кухню, ломиться только как на картике не нужно. Арион, я рекомендую. А, надо остановиться. А, может быть, записать это не так? Нет.